Всем привет, с вами Крис, и мы продолжаем проходить в StarSphere Academy DEMO 2.0. В прошлой серии мы побывали на беговой дорожке, познакомились еще с двумя пони... Ой, я хотел сказать с двумя студентками... Да, Робин и Анна и Джин, да, ну или с Rainbow и Applejack, как вам угодно. Так, и мы наконец-то направляемся в кабинет к директрисе, хотя мы совсем уже про это забыли. Так, Pinkie Pie, ой, то есть я хотел сказать, Полли нас ведет. А, я думаю, мы на этом заканчиваем основную экскурсию. Это дорога к офису директрисы Соломон, но если вы, ребята, хотите увидеть кафетерию, здесь еще куча еды и меню... Полли! Она все еще... Это как бы хмурится, но... Я могу понять, что... Та уже очень злая. Спасибо за экскурсию, но нам нужно попасть к директрисе. Ее голос звучит... Так же сурово, как она выглядит. Ну, конечно же, глупая. Вы здесь новенький, это значит, что вы должны первым делом попасть к ней. Если вы потеряетесь... То не сможете до нее добраться. Но теперь вы представляете, как здесь... В смысле, имеете представление, как здесь все происходит. О, слишком близко. Полли внезапно... Приближается к моему лицу. Ее улыбка... Растянута от уха до уха. Хотя по картинке это не видно. Я клянусь, что я могу видеть, как сверкают ее глаза. Это довольно круто, правда? Что ты об этом думаешь? Это, ну... Что я могу думать? Ну, честно говоря, это все еще слишком... Все еще слишком. И мне совсем не помогает то, что меня здесь таскали по всему кампусу. Я... Мне это не помогло ничего запомнить, собственно. Меня это только больше запутало. И, кроме того... Все эти... Эта девушка постоянно нарушает мое личное пространство. Это, ну, здорово. Лучше, чем моя прошлая школа. Это был не вопрос, но... Я задал этот как вопрос. Кому задал-то? Чтобы поддержать, значит, Полли, я думаю... Мне нужно... В смысле... Мне нужно отдохнуть от такой девушки, как Полли. Меня все это слишком переполняет. И наш главный герой опять начинает размышлять, размышлять, думать о жизни. И это очень раздражает. Тай паникует, но это не помогает. Мы совсем опоздаем сейчас. Мои мысли прерываются криком Тай. Мгновенно она хватает меня за руку, и мы убегаем, прежде чем я могу среагировать. Мои глаза метаются между Полли и Тай. Пой. Пытаясь понять, что только что произошло, Полли просто улыбается и махает моему... Как бы... Махает мне, пока Тай меня тянет за собой. У меня нет шанса даже помахать в ответ. То есть Полли нам нифига не помогла. Замечательно. Какого черта, Тай, куда ты так спешишь? Я пытаюсь освободить свою руку, но она ее схватила мертвой хваткой. А для того, кто не занимается физкультурой, у нее довольно сильные руки. Может быть, она читает этой рукой. Да, она книжки этой рукой перекладывает, поэтому она такая прокачана. А мы же должны были здесь быть целых пять минут назад. Она чуть ли не рычит на меня, что-то там бормочет. Я решаю не возникать. Пять минут и всего-то тебе нужно успокоиться, Тай, все будет хорошо. Кроме того, разве ты не сказала, что ты знакома с директрисой? Она останавливается и еще сильнее сжимает мою руку, прежде чем отпустить ее и повернуться. На лице у нее написано то, что она сейчас меня начнет ругать. Мы никогда не встречались лично, и это лишняя причина для того, чтобы не опаздывать. А директриса ценит дисциплину и организацию, не говоря уж про то, что она дала мне кредит доверия, позволив мне поступить в академию. Я не хочу ее разочаровывать в первый же день. Ой, да ладно, Тай, если она в тебя так верит, что она не будет тебя ругать за какие-то пять минут. Тай на мгновение ловит дыхание и поднимает свою руку, чтобы постучать в дверь, прежде чем остановиться. Ее рука поднимается, и она поправляет волосы и одежду. Я хочу прокомментировать, что это только задерживает нас больше, но что-то говорит мне, что мне лучше замолчать. Что-то подсказывает. Она продолжает поправлять каждую детальку на своем униформе. На самом деле это начинает уже действовать не на нервы, но прежде чем у меня появляется шанс ее самому отругать, раздается голос из-за двери. А входи же, Тай. Тай делает все наоборот, замерев на месте, словно олень перед фарами автомобиля. Но хоть не пони. Ладно, мое собственное внимание также теперь, значит, сконцентрировано на двери. Я удивлен, что нас так легко обнаружили, но также сдерживаюсь, чтобы не захихикать над этим замечанием директрисы. Бедная Тай. Похоже, ей сегодня не дадут спокойно пожить. Я предпочитаю не повторяться. Так, а мы уже в шестой раз слышим эту музыку Лиры и Бон-Бон. И ни разу до сих пор не видели ни Лиры, ни Бон-Бон. Странно. Что эта музыка звучит. Что эта музыка называется так, но... Ну ладно, неважно. Мы не можем слишком достаточно быстро пройти через дверь. Короче, Тай... Мы все-таки входим. Тай извиняется. Я не понимаю ни слова, что она говорит. И не пытаюсь. Ладно. Но вдруг она замолкает, потому что директриса поднимает руку. Знаете, это похоже на кабинет Дамбалдора, блин. Гарри Поттера. Пожалуйста, садитесь. Оба вы. Вместе. Я глядываюсь вокруг и не могу не заметить, насколько огромная комната директрисы Соломон. В смысле, кабинет. В смысле, офис. Стены, изогнутая словно вершина огромного яйца, уставленные книжными полками. Похоже, что книги собраны со всего мира. А по сравнению с коридором снаружи, мы словно бы зашли в большую аудиторию, построенную для одного человека. Я быстро следую за Тай к столу директрисы. Сажусь на один из богато украшенных кресел, и оно оказывается очень удобным. Я так-так сожалею, что мы опоздали, директриса. Я пыталась прибежать вовремя. Я понимаю, Тай, и, как я тебе уже сказала, Селена достаточно. Селена? Селена? Погодите, Селена это... Это уже скорее луна, чем солнце. Ну ладно. Селена, Селистия. Зови меня просто Селена. Сколько раз я тебе уже это говорила? Да, директриса. Я уверен, что я услышал, как директриса вздохнула, или, может быть, это просто она пожала плечами, затем она повернулась ко мне. А ты, значит, Том, верно? Что-то говорит мне, что я должен так же бояться, как Тай, ведь Старсфирова это такая престижная школа, а Селена ей руководит. Однако, взглянув в ее глаза, я не могу не почувствовать ничего, кроме комфорта. Комфорта? Ну, кажется, спокойно он себя чувствует. Похоже, она успокаивает всех только своим присутствием, а не, наоборот, напрягает. Она ведет себя не как директор, а скорее как мать. Именно так она сейчас на меня смотрит. Да, я перевелся вместе с Тай. И почему его зовут Том, а не Спайк? Ну, или как-нибудь еще. Мы никогда не задумывались, почему вместе с Тай приехал Камень, а не Спайк, дракон. Ну, ладно. Ну, конечно же. С... Как это сказать? Со спокойной грацией она поднимается со своего кресла и проходит к другой стороне стола. Она кладет свою руку на стол. Я знакома с причинами Тай для перевода, но боюсь, что я не слышал ничего о том... Ничего, кроме сухого текста из этого письма, письма, заявки на поступление. А я не хочу оскорбить как-то то, что ты написала. Это было хорошее письмо, заявка. Но я предпочитаю услышать все своими ушами. А может быть, она и спокойная, но почему-то вдоль моего позвоночника пробежал холодок. Или как это правильно сказать? Ну, ладно. Она могла бы многое спросить, но почему-то начинается вопрос, на который я предпочел бы не отвечать. Короче, я не настолько хорош, как Тай в учебе, но, кажется, мои шансы поступить сюда становятся все ниже и ниже. Мы же уже поступили, вроде, нет? Ну, ладно. Я думаю, надо отвечать, да. Я поправляю свой воротник, который, кажется, вдруг стал более тугим. Честно говоря, директриса, я не уверен на сто процентов. Я знаю, что это звучит как-то там как в письме, но я как бы надеялся, что я пойму, ради чего я перевелся, когда я уже буду здесь. Я не уверен, что не в том смысле, что у меня нет никаких амбиций, а я как бы еще не решил, к чему я стремлюсь. Звучило, звучит вроде бы, как неплохой ответ, но меня можно легко понять не так. Выражать свои мысли словами довольно сложно, уж учитывая мысли, которые посещают голову Тома, и как ведь евато он их излагает, мне уже надоело переводить его за умные размышления о жизни. ты не одинок в этом Том. Академия Старсвирла помогла многим молодым людям и девушкам вроде тебя найти свое призвание, и я уверен в том, что ты можешь... Вот видите, как нормально переводится то, что говорят нормальные люди, а вот когда Том начинает размышлять... Да. Я уверен, что я могу помочь тебе отправиться по этому пути, хотя я не могу пройти его за тебя. Я? В смысле... Я директриса Соломон, или она имеет в виду всю Академию Старсвирла? Может быть, она хочет просто подбодрить меня, но я... Но... У меня возникает больше вопросов, чем ответов. директриса поднимает какие-то бумаги, быстро смотрит их и поворачивается к Тай. А теперь мой верный студент. Ну да, конечно же, еще одна не очень смешная шуточка. Это отсылка к тому, как Селестия называет Twilight Sparkle. My faithful student Twilight Sparkle. Моя верная ученица Twilight Sparkle. А теперь моя верная ученица, я вижу, что ты подписалась на все ДОП-занятия по каждому предмету. Да. Химия, физика, астрономия, три иностранных языка, древняя история, технология и даже философия. Это слишком много даже для тебя и совсем не обязательно. Не волнуйся о том, что ты что-то пропустишь. А есть клубы, которые помогут тебе продолжить обучение в предметах, которые ты не выбрала, но пытаться специализироваться во всем подряд непрактично и как бы делает вообще бессмысленным саму специализацию. Это даже не учитывая того, что вы двое на последнем курсе, у вас просто недостаточно времени, чтобы столько изучать тай. Я бы рекомендовала два или максимум три специализации. Но что если я Селена поднимает бровь и смотрит прямо на тай? Как бы говоря, нам неужели нужно повторить все, что я сказала? И практически мгновенно тай замолкает. Хотел бы я знать, как быстро ее так успокаивать. Нужно на нее посмотреть строго. Ну хорошо, три специализации. Подумай хорошо о предметах, в которых ты будешь специализироваться. Когда ты решишь, изменить их будет сложно, так что выбери предметы, которые ты хочешь взять хорошо. Да, директриса. Селена мягко кивает ей и снова поворачивается ко мне. Она снова заглядывает в бумаги, прежде чем обратиться ко мне. Томас Дэниэль Стоун. Ну, конечно же, Стоун. Какая может быть еще фамилия у камня по имени Том? Стоун, камень. Да. Никто никогда, значит, ничего хорошего не происходит, когда меня зовут полным именем. Согласно тому, что вы мне рассказали, вы не совсем уверены, что вы хотите делать со своими амбициями, так что я предполагаю, что никаких личных предпочтений в выборе вашей специализации у вас нет. Все верно? Как официально она сразу начала говорить. Я пытаюсь вжаться в кресло. Если бы я предпочел выбрать специализацию, которая продолжит мое общее обучение и не выбирать ничего конкретного. Может быть, мне выбрать те же самые классы, которые выберет Тай, в смысле занятия. Ну что ж, я уверен, что ты выберешь что-нибудь, когда увидишь демонстрацию занятий. Я уже в этом не так уверен. Здесь, в Старстверле, есть обязательные занятия и занятия по выбору. Обязательные занятия это английский язык, ну в смысле родной язык имеется ввиду, английский в их случае, и математика, которые входят в стандартный продвинутый значит программу занятий. Специальные классы, то бишь дополнительные, это такие занятия, как химия, история искусств, они как-то не так оцениваются, но большинство студентов бла-бла-бла. Директриса Соломон быстро смотрит на Тай. Ну и, конечно же, если вы решаете, не решаете, а, конечно же, это ваше дело, в чем специализироваться. Так, я немного отхлебну кофе, потому что я уже охрип. Так что, я хочу, чтобы вы прямо сейчас подумали об этом. Выберите, какие занятия вы хотите посещать, чтобы мы смогли выбрать для вас уроки. Если вы не можете решить немедленно, я позволю вам немножко походить на все занятия в течение следующих недель, чтобы вы могли себе представить, про что они. Однако, я предпочел бы, чтобы вы как можно быстрее сделали свой выбор. Директриса Соломон смотрит на календарь на стене. Хорошо, это будет честно. Я ненавижу, когда меня припирают к стенке. Селена поворачивается назад и смотрит на Тай. Что касается тебя, Тай, я знаю, как сложно для тебя выбрать что-то одной из всех возможностей, которых тебе представили. Так что я хочу, чтобы ты направилась сразу в свое общежитие и подумала очень внимательно о трех предметах, в которых ты будешь специализироваться. Как только ты их выберешь, принеси мне список как можно скорее, чтобы я утвердила для тебя расписание занятий. Да, директриса. Хорошо, я думаю, мы прошлись по всему, что нам сейчас нужно. Она поворачивается назад к своему столу и берет два конверта. Вернувшись назад к нам, она протягивает каждому по конверту. Я вижу свое имя, написанное спереди и волнуюсь беру его. Внутри этих конвертов письма, которые представляют вам. Ну, каучи, первоначальные инструкции, скажем так, карта, школы, где вы можете найти свои общежития и ключи к вашим комнатам. Я хочу, чтобы вы направились туда и отдохнули. Собственно, в прошлый раз на этом демо-версии закончилась, когда мы пришли домой, так сказать. Идите что-нибудь поешьте в столовой, можете использовать свой студенческий пропуск, чтобы заплатить на классе, очевидно. Мы встретимся здесь снова завтра в 10 утра, чтобы обсудить ваши занятия. Я полагаю, что это не слишком рано, чтобы вы не опоздали, да? Да, директриса. Хорошо, значит, увидимся, Тай. Тай, ты свободна. Я хочу уже... Я же хочу поговорить с Томом, прежде чем он уйдет. О, нет, кажется, я что-то сделал не так, да? Черт, я начинаю звучать словно Тай. Да нет, Том, ты все так же звучишь занудно. Тай поднимается и быстро уходит через дверь. Дверь закрывается со щелчком и я надеюсь, что я сейчас не выясню, почему Тай так боится директрису. Ну, что-что, я знаю, что это все слишком много для тебя и ты не привык к таким отношениям, к такому общению с директрисой, да? Я громко сглатываю слюну и мне удается не отвести взгляд каким-то чудом. Я не хочу на тебя давить, но Академия Старффиро всегда пытается, значит, сфокусироваться на учебе. Так что почти каждый студент выбирает классы, занятия, которые его интересуют и, значит, старается учиться. Блин, какие же здесь занудные диалоги, я прям не могу. Я уверен, что Тай предпринимет... Такое ощущение, что я читаю какую-то докладную. Вот честно. Вообще просто местами какой-то кошмар. Какой-то документ бюрократический. Я уверен, что Тай попытается взять четыре или пять специализаций, несмотря на мои рекомендации, потому... Кошмар. Специализации, несмотря на мои рекомендации. потому что ей так хочется. Однако, это не абсолютная правда. Ты можешь найти какие-то очень интересные занятия, кроме занятий в классе. Она наклоняется ближе и кладет руку мне на плечо. Я чувствую, как я расслабляюсь и тепло ее улыбки смывают мою панику. Единственное, о чем я хочу попросить тебя, это чтобы ты выбирал искренне бла-бла-бла. Да-да, конечно, я могу. Мой голос все еще дрожит, несмотря на то, что я бла-бла, я чувствую себя кошмар. короче, он в третий раз повторяет о том, как он ее боится. Чудесно, ты можешь идти, ты свободен, но помни, что если тебе что-то понадобится, я всегда буду здесь. Мне кажется, все диалоги нужно сократить как минимум вдвое, а то и втрое. Ну, как я уже говорил, они все время по три раза повторяют одно и то же. Я не буду судить тебя строго, если ты не хочешь мне о чем-то рассказать, но бла-бла-бла, не держи в себе проблемы. Она что, с психологом школьным подработывает, что ли? Ладно, я встаю, прощаюсь с директрисой и выхожу из ее кабинета. Как только я выхожу наружу, я чувствую, что я должен был бы поклониться на прощание. Это было бы более подходящим. Но возвратившись в эту самую в предбанник. Я сразу же вспоминаю, каким большим был офис директрисы. Зачем это вообще написано? Ладно. Ну, что она сказала? Тай посмотрела на меня, держа свой конверт у груди, не уверена, должна ли она быть взволнованной или спокойной. Она просто рассказала мне какие-то технические вещи, всякая скучная фигня. Давай, пошли уже. Мы вместе пошли по коридору, Тай открыла свой конверт, чтобы посмотреть, где мы находимся. Я же не мог открыть свой, потому что мои мысли все еще были далеко. Опять эти мысли. Что же он все время в мыслях своих? Может быть, прийти сюда было верным выбором? Ну что, я моргаю несколько раз и как бы смотрю на Тай. Где ты живешь? Я все еще не могу прийти в себя, я не знаю, что сказать. Откуда мне знать, где моя комната? На карту посмотри. Тай, чувствуя мою нерешительность, показывает на мою руку. Вся информация там открой конверт. Она звучит более веселой, чем чем что-то. Вернувшись в реальный мир, я разрываю конверт и мгновение колеблюсь, прежде чем открыть его. Внутри находится стопка бумаг, они скреплены, там всякая информация, вроде школьного расписания. После небольших поисков я наконец нахожу то, что нужно. Орион холл, комната 201. Второй этаж, неплохо, я тоже на втором этаже. Верга холл, комната 217. Я не знаю, я предпочитаю более высокие этажи. Дальше видно, когда выглядываешь из окна. Да, но также нужно больше бегать по лестнице каждый раз, когда уходишь. А лифта у них нет, да? Вот для этого и нужны лифты. Ну, судя по картинке, у них всего три этажа, так что лифта там не может быть. Только если у них не суперлюкс общежитие, где лифты есть даже для трехэтажных зданий. Она рычит в ответ. Ха, прекрати быть таким вредным, даже с лифтом это занял бы больше времени, чем больше этажей. Я быстренько смотрю, значит, бумаги, отмечая все, что нужно. Значит, здесь у нас столы, здесь у нас микроволновка и всякая там мебель. Звучит удобно. В конверте также написано про беговую дорожку и бассейн, хотя я не знаю, буду ли я ими пользоваться. Звучит неплохо. Я взглянул на Тай. Как ты думаешь, наши вещи, они уже внутри комнат или стоят в коридоре? Какая разница? Тай кладет руки на бедра, и тыкает мне пальцем в лоб. Шикарно. Ты вообще меня слушаешь? Они сказали, что все будет внутри наших комнат. Я клянусь, если бы не я, ты бы здесь вообще потерялся. И буквально, и в переносном смысле. Если б не ты, Тай, мы бы до сих пор читали вступление, где Том размышлял бы о том, как он сделал свой выбор, как тяжела жизнь и так далее. Я ухмыляюсь в ответ. Похоже, что хорошо, что ты рядом, да? Мне жаль твою маму, что она мучается с тобой столько лет. Я поднимаю руку к груди и что-то там тоже какое-то движение делаю. Мое сердце, ты такой жестокий человек. А, он делает вид, что у него сердечный приступ, понятно. А Тай шлепает меня по голове. Ты просто придуриваешься. Разве тебе повредит вести себя чуть-чуть более по-взрослому? Как скажешь, мама? Я серьезно. Я сдерживаюсь, чтобы не пошутить в ответ, не зная, что у нее нашло. Может быть, это длинный день, может быть, она просто не в настроении. Ой, как же наш герой достался своей рефлексией. Или, может быть, она просто волнуется о том, что, короче, стесняется. В любом случае, она глазеет на меня. Да ладно, Тай, расслабься. Я просто пытаюсь преодолеть нервозность. Это мой первый день здесь, и я не хочу быть девушкой, которая постоянно возится с каким-то странным парнем. У меня здесь есть чем заняться на последнем курсе. Кроме того, директриса Соломон, я махаю ей в ответ. Она реально как-то одержима директрисой. Ладно, ладно, я буду посерьезней. Не волнуйся обо мне, просто будь сама собой, и я уверен, что мы здесь найдем новых друзей. ведь я же с тобой дружу, или типа того. А Тай берет себя в руки, засовывает конверт в карман и выпускает и облегченно выдыхает. Кивнув мне, она позволяет себе небольшую улыбку. Неужели у нас концовка наконец? Я вот чувствую, что это как будто концовка демки, по крайней мере. Ты рад, если, конечно, мы не пойдем в комнату, потому что, когда я проходил первую демоверсию, то мы закончили еще длинным-длинным монологом внутри комнаты. Здесь же у нас три концовки возможных. Я надеюсь, это сейчас мы видим концовку, потому что наш герой такой занудный это вообще. Ты прав, я должна успокоиться. Директриса не хотела бы, чтобы ее студентка бегала паниковать просто глупо. Молодец! Тай смотрит на здание перед нами, неуверенно, неуверенно, что делать дальше. Ну что ж, это женское общежитие, я думаю, увидимся завтра, да? Да, до завтра. Мне кажется, оставлять ее вот так вот, это не совсем верно, а часть меня хочет остаться с ней, чтобы увериться, что все будет хорошо, но она сильная девушка, ей не нужно я не нужен был ей множество лет, я сомневаюсь, что она нуждается во мне сейчас, кроме того, я буду, подождите-ка, я даже не знаю, где я буду. Кстати, а ты мне не покажешь, как добраться до моего общежития? Я почти ожидал, что она саркастически закатит глаза, но Тай показывает на здание, которое находится напротив. Спасибо. Слишком там не веселись без меня. я сделал все, что мог, чтобы разрядить атмосферу, но, честно говоря, я думаю, что я волнуюсь еще больше, чем она. Это место ее мечты. Ожидаемое учебное заведение, которым управляет великолепная директриса, которая также дружественно к ней относится. Она погружена в учебу и в свои учебники и все это ей нравится. А я, ну что ж, я у меня целый карман сомнений. Да какой нафиг карман? У тебя там целая сумка и не одна. И целый пакет обещаний. Ты тоже. Короче, пошел я вперед к мужскому общежитию. Прогулка была короткой, к счастью, но дала мне некоторое время подумать. Я знаю, что я провел слишком много... Слушайте, он вообще не прекращает этот внутренний монолог. Он рассказывает свои мысли до диалогов, во время и после. короче, я провел слишком много времени в одиночестве и начинаю сомневаться во всем подряд. Нет, к сожалению, это не конец. Мы все-таки пришли в общежитие. Сейчас мы там еще кого-то увидим, если концовка будет похожа на концовку из первой демо-версии. Здесь еще минут 20-30 игры, как минимум. Да, потому что в прошлый раз демо-версия закончилась, когда мы пришли в свою комнату. Короче, закончим мы на этом серию. Надеюсь, вам нравится. Хотя, честно говоря, у меня все те же претензии к демке. Наш герой слишком много думает и постоянно все пережевывает по три раза. Если вам нравится все-таки это видео, не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение и увидимся в следующей серии. С вами был Крис. Пока.